Органический статут царства польского, конституционный статут царства польского, введенный после подавления польского восстания 1830-1831 годов вместо конституции 1815 года, издан 14 февраля 1832 года в Санкт-Петербурге Николаем I, царство польское объявлялось нераздельной частью российского государства. Упраздния существовавшие ранее элементы польской государственности, органический статут сохранял ряд автономных учреждений, статут вносил изменения в государственное управление царством польским, сэйм, законодательный орган конституционного периода, упразднялся, вместо него для решения вопросов законодательства и других предложений особенной важности в Российском государственном совете учреждался, департамент по делам царства польского. При императоре сохранялась должность министра статс-секретаря, который должен был своей подписью контрассигновать утвержденные монархом законы и объявлять их польскому наместнику. Руководство делами в царстве польском поручалось Совету управления, действовавшему от имени царя. В его состав входили наместник, главные директора, председатель высшей счетной палаты и другие лица, назначенные особыми повелениями императора. Общее руководство делами царства польского поручалось Государственному совету, состоящим из лиц, входивших в Совет управления и чиновников, имевших звание государственных советников, а также других лиц, постоянно или временно призываемых в заседание Совета по усмотрению царя. Органический статут пересматривал количество из состав правительственных комиссий. Из-за отмены самостоятельной польской армии ликвидировалась комиссия по военным делам. Комиссия вероисповедной и народного просвещения объединялась с комиссией внутренних дел и полиции. Сохранялись комиссии финансов и казначейства, а также юстиции. Сохранились местные органы власти. Кроме того, органический статут предполагал организацию собраний областных чинов, которые имели бы совещательный голос при обсуждении вопросов общего руководства царством польским. Судебная власть, дарована императором и действовавшая от его имени, была представлена судами первой и второй инстанции. Мировыми, гражданскими, уголовными, а также коммерческими. Для пересмотра вынесенных ими решений учреждались апелляционные суды. Главной судебной инстанцией объявлялась Высшая судебная палата в Варшаве. Статья 45 Конституции 1815 года гласила, «Все наши наследники по престолу царства польского обязаны короноваться царями польскими в столице согласно обряду, который будет нами установлен, и приносить следующую клятву. Обещаюсь и клянусь перед Богом и Евангелием, что буду сохранять и требовать соблюдения конституционной хартии всей умой и властью». Николай I, единственный коронованный царь польский, отменил эту норму. Стату 1832 год, подтверждал свободу вероисповедания, но подчеркивал особое покровительство, оказываемое римско-католической церкви. Гарантировалось равенство всех жителей царства польского перед законом без всякого различия состояния или званий. Личная свобода, свобода передвижения права частной собственности.